Вечер добрый. Всем с вами Миша Лемах и еженедельный обзор WallSuite Online. Так, в принципе, можно начать по традиции. Мы начнем с новостей, которые нас ждут на следующей неделе. И по штатам можно сразу выделить 8 февраля снова Петролиум отчет и в четверг Джоблс Клеймс. Также, в принципе, по штатам будет более-менее спокойно. Период отчетностей прошел по процентным ставкам. Еще на следующей неделе будет отчитываться австралийский, кажется, банк по процентной ставке, если не ошибаюсь. И новозеландский. Вот, вспомнил. Два банка, да. Также интересный отчет будет по числу открытых вакансий на рынке труда. Это будет как раз во вторник. По Канаде тоже по безработным будет отчетность, но в пятницу. В общем, разбросанная активность будет по неделе. Если на следующей неделе тоже плохие выйдут, я думаю, начнут реагировать. Пока процентные ставки не трогали, могут еще немного тянуть. Причем так, за уши фактически. Вот. Ну, посмотрим. Значит, напомню, во вторник рано-рано утром в 6.30 утра отчитывается Австралия по процентной ставке 1,5%. Ждут, что без изменений. В принципе, так как и все фактически не поменяли. Единственное, аналитики прогнозировали 9,5% по российскому центробанку. Ну, так и осталось на уровне. Я думаю, что, в принципе, это все правильно сделано. Пока все не начали еще понижать. Посмотреть, куда там. Ну, и в четверг в 11.00 Новая Зеландия. Процентная ставка. Как бы она далеко от нас не находилась, но глобализация рынков очень резко смогут отреагировать. Да и только повод. Ну, вот, в принципе, и все. Отчетности по банкам уже прошли. Процентные ставки прошли. И затишье такое перед бурей. Постепенно приближаемся. Ну, уже за половину мартовского контракта прошли. Вот. Поэтому стоит, наверное, заглянуть в наш рейтинг. Напомню, что конкурс с бонусами так и остался. Мы для более интересной мотивации планируем с партнерами, брокерами, либо же партнерами разными тоже из биржевой индустрии, спонсоров, какие-то призы, возможно, какие-то другие условия. Ну, чтобы была хорошая мотивация, не скучно было, чтобы был этот. Так, сейчас мы включим рейтинг. Это за два дня, вот, за неделю. Это поиск НПВ, ну, это последняя неделя. И сейчас мы возьмем за период начала контракта. Ну, возьмем CMS, сейчас FORCE. В общем, посмотрим по биржам. И потом начнем обзор. Поэтому я много времени не займу. Так, а вот оно как. Шесть сделок подряд. У нас BillingPro. Давайте. Сейчас будем смотреть отдельно по тикерам. Посмотрим, где у него неплохо получилась серийность сделочки. Alex01. Горжусь. И еще один Alex тоже из... Горжусь. Неплохая серийность. Что у одного Alex, что у второго. По циме, тем более, в первой тройке нейтрино. Из новых. Zubr тоже. Знаем такого. Кулибин. Первый раз вижу. Активность неплохая. И серийность тоже, кстати. Дизель. Без остановки. Две сделки. Правда, что-то мало. Наверное, на российском рынке больше. Сейчас позиции открывает. ZEVS тоже неплохо отличился. Четыре сделки плюсовые. Сам Alex. Знаем таких. Если в чате есть. Всем, кого уже назвал в списке. Распект. Растете. Так. Агран 220. Ну, как же без него. 129 сделок. 95, 34. Серийность просто. Завидовать можно даже. Неплохо. Неплохо. Так. Этот аккаунт. И... Тоже... Знаем мы этого трейдера. 106 сделок. Ух ты. Надеюсь, это не на одном инструменте. Так. Снова этот аккаунт. Опять игра. Ну, в общем, одни и те же знакомые. В рейтинге. Ну, это хорошо. Мне приятно достаточно. Так. Давайте еще по форц. Заглянем быстренько. Где он тут этот форц? Вот. Здесь поставим с 15-го. По текущим. И... Барабанная дробь. Бенджамин. Ну, это ведь... Прям... Ну... Майк. Я отправил... 8 сделок. Первое... Два места просто... Меня дали еще отняло. Неплохо, неплохо. Надо посмотреть, какие сделки. Так. Потом два безымянных трейдера. К сожалению, такие трейдеры не участвуют в... Состязании. Джек-63. Че-то тут не могу припомнить. Соника. Бывалое, бывалое. Сергофан. Знаем таких. Ох, ничего. Серийность отличная. Девятое место. 22 сделки. 19. Хорошо поработал. Иванов Дима. Из новых, видимо. 30-на сделка. 17-плюсовой. Ну, в принципе, начал неплохо. Продолжает он же Дуки. Так. Голем-тест. Тестирует что-то. Ронал. Новый трейдер, видимо. Неплохо зашел. Начало неплохое. Снова Агран. 10-20. Тут уже сделок побольше. Видимо, на российском рынке в основном. Открывает сейчас. Так. Арнович. Снова этот аккаунт. Щедай. Вот это первый раз слышу. И Аликс. И Аликс. 0-1. Снова Агран. Ну, прям неинтересно. Так. Одни и те же люди. Давайте отдельно по нескольким инструментам. Затронем. ЦМЕ. Там Еврик. Глянем. И начнем. Ой. Не управляется. Вот так. Так. Интересно, что там. Активность на Еврике. Все падает и падает по количеству трейдеров. 17 пока только выжили. И первый Зубр. Неплохая серийность. Достойная. Дизель 2. Дизель и Агран. Вот такие два состава, которые... Это ваши, да? Не отображается. Странно. У вас ник подписан другим аккаунтом. Аккаунт 27612. А ник подписан 356.00. То есть... В никнейм, наверное, вбили в аккаунт свой как-то. Попробуйте поменять. Или напишите в техподдержку в понедельник утром. Чтобы попробовали, поменяли это. Ну, видите, да? В чем беда. Алекстар тоже хорошо. Давайте посмотрим. Совсем забыл. Это ж можно включить, посмотреть сделки. Когда в режиме за общий рейтинг за биржу, там разные сделки с разных инструментов. Поэтому не включается режим, посмотреть. Интересно, насколько чистенько поработал. Начнем с трейдов. С самого начала. С самого начала. Аккуратно. Неплохо, неплохо. Не спеша, потихонечку. Во сколько? Перед штатами. Ну, вышел это хорошо. Неплохо. Так, аккуратненько, без шума и пыли. В общем, не будем сейчас встретить время. Посмотрим, может, кого-то еще. Так, Luxoron. Знаем. Это завсегдаты. Zev78. Так, так, так. Hassan. Giovanni. Новые трейдеры появились. Интересно. Правда, мало. Но, ничего страшного. Сейчас все переключились на российский рынок. Раньше, допустим, рейтинг был наоборот. Фьючерсные контракты на валюту были самые популярные по торговле. Ну, не считая в рублям. Так, настройки ника. Трейдер с рейтинг. Сейчас покажу, подождите. Nitrina снова фигурирует в лидерах. Halic Star отлично. 19,1-1,12. Плюсовой кулибин. Ну, в общем, одни и те же на манеже. Ну, вот оно. Никого уже не подвинешь. Все распределили места. Понятно. Так, давайте еще RTS. Посмотрим с углем. И начнем. Не буду задерживать. И пока будет подгружаться RTS, я быстро покажу, где ник настраивать. Биг. Заходишь в трейдерейтинг. И вот здесь у тебя отображается ник. Там может быть сейчас у тебя аккаунт, который в бит. Заходишь. К сожалению, ник менять нельзя. То есть, уже он не поменяется. Можно все остальное менять, а вот ник не поменяешь. Вот. Так вот. Так, RTS. Сейчас отсортируем. Неизвестный трейдер на первом месте. Вспомните, может, это вы. Поменяйте. На втором месте у нас JAK63. Молодец. Хорошая серийность. Достойно идет. Юрий. 4 сделки 3 плюсовые. Продолжайте в том же духе. Неплохо. Аккуратно, не спеша. Аронал. Вообще суперская серийность. 10 сделок, 9 плюсовые. АМ. Знаем, знаем такого. Знаем. Так. 16 сделок, 10 плюсовые. Ну, неплохо. Ярый. Извините. Я даже не подумал. Славянские имена, либо же слова. Очень тяжело транскрипцией, либо же вот на английском языке передать именно Ярый. Не что Юри показалось. Так. Считай. Максис. Снова Гранд. Ага. У вас тоже исчез. Тогда пишите в техподдержку. Скорее всего, это какой-то... Либо там что-то меняют, и... Там никнеймы слетели. Может, там быстро подправят. Потому что я не в курсе насчет такого массового пропажи имен. Получилось поменять, да? Отлично. Возможно, вы даже не ставили еще никнейм. У вас было несколько аккаунтов, скорее всего. Вот. Да? Оставили. Все. Начинаем. Так, это у нас период с начала декабрьского контракта по текущий. Ну, пока мы видим, что по открытому интересу идут ровно, но без... Ну, не достигли еще даже потолка по активности декабрьского контракта. Даже по ликвидности видно, как потихонечку возвращаются крупные игроки. Но пока еще не... Либо не получили каких-то данных, чтобы очень активно и агрессивно действовать. Идут ровно, как видите. Уперлись в 22.72. И еще одну неделю, пока боятся пробить. Возможно, уже и не будут пробивать. Если в ближайшее время там какие-то будут намеки на повышение процентной ставки в Штатах. Возможно, будет какой-то другой маневр, который мы еще даже не можем представить. Ну, такой опасный момент сейчас. Вроде и очень неплохо бы заширтить. С другой стороны, очень стоят близко возле максимумов. И пару раз сорвать с топори, это прям как лекарство на рану у них. Поэтому осторожен нужно быть по дельте. Как видите, последние деньки идут в красном оттенке. Такие шардоне. Практически все сессии прошли. Без агрессивной дельты, но видите, ни одной сессии нет на покупку. Вот с 9 числа так начали и фиксируются. То есть, вот этот открытый интерес здесь не подсвечивается. Значит, там была фиксация. Ну, в принципе, немножко подросли. Почему бы не скинуть покупки, которые были, допустим, здесь, либо еще раньше. Достаточно, видимо, готовиться к чему-то. Поэтому осторожнее. Тут коварника. На этой неделе была коварная очень. Видите, 4 сессии к Эквиль. Ну, сейчас мы посмотрим поближе. Все нервы вымотали. Так. И вот у нас ситуация с дельта-уровнями. Итак, не знаю, кто заметил, кто не заметил. На S&P было в понедельник такое небольшое образование, которое сейчас не так часто встретишь на S&P. Gap. Еле-еле его видно. Ну, на 15-минутном таймфрейме давайте лучше покажу. И я уже подумал, что вот оно началось. Ну, как видите, целую неделю возвращались обратно в эти же уровни. Ну, вот видите, он небольшой, конечно, но есть. Это как раз в понедельник они открылись и вернулись еще потом в среду. И вот сейчас даже пошли еще дальше. Значит, кумулятивная дельта за текущую неделю менялась несколько раз. И сейчас вот тоже взяли под контроль байеры с топовой дельты на продажу. За неделю суммарно уже вывели в ноль и скоро начнут появляться уже с перевесом. Так, дельта по большей степени прошла достаточно агрессивно как раз сегодня. Видно по массивам даже они плотно шли. Вчера вот эти вот туда-обратно вымотали ни одного трейдера, наверное. А вот эта сессия, ну, вот этот переход с 31 на 1 был просто невероятным размером, наглостью. Такие прям аккуратные, ювелирные уровни поддержки создавали, что хоть бери, да заходи на покупку. Вот, очень коварные. Так, ну, в общем, такой СНП пока я с осторожностью буду смотреть в районе 75-й и есть подозрение, что скинули на этой неделе чуть-чуть позиции и ждут какой-то информации, какого-то триггера. Можно дальше стоять, а не можно. И если вот этот ярый очень и матерый рост, давайте посмотрим на объеме, какой он там уже накопился. 11,21, 850, то наоборот. Тут у нас в два раза больше. 850, ну, судя по активности, вряд ли они дотянут до 1,8 млн за сегодня. Может там добавиться еще какой-то объем на закрытие, но это и есть пятница. Это у них нормальное явление к пятницу. Не особо активно принимать участие. Итак, отметим более жестким фильтром самые такие агрессивные вспышки. Итак, очень бросается в глаза вот эти покупки на самом максимуме, если сверить с открытым интересом, то там, похоже, что даже заходили. То есть, вполне вероятно, ну, по крайней мере, в 23.00, как тот трейдер 3 года или 2 года назад, как сказал, что туда придем, так вот и пришли. Ну, в общем, дошли мы до этой знатной отметки. А трейдера того-таки нет. Интересно было бы узнать, он просто так сказал эту цену либо там с какими-то размышлениями. Ну, в любом случае, прям точно так угадать за 3 года, куда придут, невозможно, хотя Вольф Мессинг тоже был, да, как человек. Какие-то видел будущие участки. В общем, на следующей неделе осторожнее. По триггерам безработица, петролиум, в принципе, фиджиолблсклеймс там по четверг. Поэтому каких-то основных триггеров нет. Возможно, что-то будет назревать уже непосредственно извне для штатов. Пока там Трамп начнет ворочать делами, тут финансовый рынок немножко заскучает. Давайте быстренько пройдемся в FESX, взглянем. То же самое. Застыли прям мертвой плитой у максимума. Причем даже потихонечку откатывались. Но, как видите, в пятницу уже опять пошла дельта на покупку. Четыре сессии было ближе к нулевой отметке дельта на продавце. Открытый интерес не падает критично. Соответственно, тут Байера еще есть. И вот, в принципе... Ой, сори. Хорошо, что сказали, я не заметил. Не обратил внимания, вернее. Так. Ну, все равно, открытый интерес не сильно скинули. Хотя сбросы были на этой неделе. Особенно в понедельник и вторник. 56 тонн 31 числа. И сразу же немножко открыли позиции. Вот, буквально четверг в среду. Немного. Ну, это нормально. Опять же, видно, что якобы ждут что-то. Пока каких-то агрессивных, уверенных расширений нет. Сейчас посмотрим объем, какой там стоит. Ну, пока держится. Некритично падает. Ну, по отношению к прошлой активности, такой себе, умеренной. Самая ликвидная сессия 31 числа была. Вот она. Пока ее не пробили. То есть, коридор этой сессии удерживают. Соответственно, есть вполне шансы увидеть еще немножко движения наверх. Раз так аккуратненько удерживают. Видите? Ну, и по дельте. Вся сессия на шортах была. Вот этот участок. Дакс. Зима скоро закончится. Я вас поздравляю. Немножко морозы пройдут. И начнется еще один такой матерый бизнес-сезон весной. Все начнет просыпаться. Более активнее себя вести. Ну, и на рынках это, соответственно, отразится. Так, Дакс. С датами все правильно. Так, этот интерес у нас набирает потихонечку. Просыпается. Возвращается с праздников. Кто остался еще живой. Вот так. По объему немножко притихли. Ну, это, судя по всем трем индексам. Сейчас и РТС посмотрим, если там тоже упал объем. Соответственно, ждут какую-то новость, либо же события. Никто не знает, не подскажет на следующий, через неделю какие-то будут важные собрания там нефтяников, возможно, любого там ООН, НАТО и какие-то такие более глобальные события. Я что-то так смотрел, вроде ничего не предвидится. Возможно, какое-то событие накануне сейчас будет. Ну, в экономических календарях вроде ничего нет. Но Трамп уже надоел. Я думаю, его скоро со СМИ потихонечку начнут убирать. Убирать слишком... Мне уже, честно, я не могу даже слышать какие-то новые новости про Трампа. Не может человек сразу столько всего делать одновременно. Каждый день что-то он там делает. Ну, вряд ли. Так, по открытому интересу смотрим DAX. Тут потихонечку растем. А Дельта в это время не очень хорошо прошлась. Особенно последние три сессии. На продажах. Ну, маневр был такой достаточно смелый. Две сессии 30-го и 31-го. Причем 31-го здесь отличились Байеры на самом деле. И 30-го тоже. Именно в этом коридоре. Обратите внимание, что здесь открывали позиции и Дельта. Ну, хоть и 420, но на стороне Байеров. А здесь 368 на стороне Селлеров. И массив такой более плотный у покупателей сформировался. Следующая сессия торгуется. Ближе к этому коридору. Не пробивает минимум ниже коридора. А вот прям наполовину уже торгуется там. И здесь тоже Дельта начинает увеличиваться. Кроме пятницы. И открытый интерес растет потихонечку. С 144-го уже до 146-го добрались. Сессии идут очень жестко флетовые. Такие плотные. Ну, как? В плане ударных сессий пока нет. То есть, они аккуратно стоят. Уже 4-й. Ну, 3 дня точно. Можно взять вот эти два отдельные. И вот эти два по Дельте посмотреть по кастомизированные. Вот. Вроде как закрываются еще по центру. Еще не так все плохо. РТС. Тут также был провал немножко по 15-го после Нового Года. И постепенно восстанавливается. Но не сильно активно. К сожалению. 120-е все так же опасно. Ее так существенно не преодолели еще. Проколы уже шестой раз. Пятый вернее. И на прошлой неделе неплохо размещались. Как раз в этом массиве. Его, кстати, и так и не продавили. Что, в принципе, неплохо. Единственное, что на прошлой неделе была попытка рвануть за 120. Прошла неудачно. И вот, опять же. Вот тут уже вся неделя фиксировалась. Видите. Тут с 569 набрали силы до 659 тысяч. И потом все это спустили. То есть, два раза попробовали, расстроились и начали фиксировать. Давайте посмотрим, какая там активность по ликвидности. Ну, ровно. В общем, пробуют. Потом ждут. Видимо, как раз в эти участки ликвидности проседает. Снова толкнули. Не получилось. И вот попытка была еще один раз. И, видимо, тоже не хватило силы. Это нужно взять на заметку. Дельта. Так. Сегодня даже вроде пытается покупать. Но прям безуспешно. Вчера была нулевая. Тут прям со стопами всех, кто там участвовал. Нужно смотреть фондовой. Значит, 22-25. Это было 30-31 у нас дельта. И ликвидность там не топала. За неделю вот как раз вчера была самая верхняя точка. Давайте на 15 минут там темп-фрейм еще пару уровней выделим точно. Итак, хвостец. Очень такой дерзкий. Вот интересно узнать ваше мнение. Может ли два дня подряд общая трейдерская масса частных трейдеров, компаний, банков вот так вот аккуратненько под линейку вести котировку. Причем в разное время разные объемы открываются. Разные мнения по рынку. Ну, как это может быть так? На S&P вот на прошлой неделе два дня такой был фокус. И вот на RTS. Ну, прям смотрите. Я не просто там как-то своеобразно график нарисовал. Ну, тут невооруженным даже взглядом видно, насколько это открыто. Красиво очень. Не, выглядит красиво, конечно, но... очень плохие мысли начинают лезть по поводу этого. Либо там несколько участников, просто два-три участника контролируют всю процессию на этом фьючерсе. Либо у кого-то есть очень мощное оружие по управлению котировкой. если не будем пробежать, думать, вообще, как бы... Ну, в общем, смотрите, какая ситуация. Обратите внимание, что толчки, назовем их так, сейчас скажу вам примерно, почем. Почти 3, 4, 7, 3, 2,5, 4, 200, 5, 600 и 5, 5, в общем, за 15 минут, если дельта достигает свыше 4, в среднем, судя по циклу, как формируется рост, 5, 800, ну, здесь вечерочка 3, тонны, днем 4, 600, этого вполне достаточно толкнуть котировку, потом поддержать еще нужно. 3 тонны вот с минимума зашли прям с утра, ну, не с утра, вечером. И вот по 3 тонны бросили утром. И вот здесь вот еще добавили. В общем, осторожнее, тут как-то уж очень манипулятивно работают, ребята. На акциях, давайте сейчас посмотрим акции, там в интро-дейсле посмотреть, там прям лимитниками жестко собирали людей целую неделю. Так, Газпром и Сбербанк затронем и будем идти к рублю. Ух ты, что-то за розовый такой оттенок у нас ничего себе. Причем 200 тысяч, потом миллион нашкодил. Кто-то нашкодил. в ? ánh тэр, шкаф, сэр, убежит, лимитниками, 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 гладкая, это у нас 15 сентября газпром выглядит за пять месяцев вот так вот тут без любого анализа по графику видно что 160 уже кажется просто не какая-то сопротивление вот очень тяжелая цена не могут пройти уже несколько месяцев и энное количество раз уже по 147 прошлись начиная с 11 11 месяца ноября и затем возвращались и возвращались возвращались и уже даже сто пятьдесят шестую не мог пробить посмотрим по дельте что же там происходит такое так ну тут чистота дельты прям удивляет с 11 января газпром буквально толкнули за стопами сходить две сессии вот были байера и так принципе начиная с 2017 года пока вот агрессор в основном на продажах фигурирует вот толкнули за 147 возможно даже вмешались какие-то влиятельные участники сказали не пускать ниже 147 там до какой-то отчетности к примеру легко может быть и вторая сессия еще последние силы тут буквально дельта 500 тонн и и даже на день не остановили сразу начали падать ну возвращаться 400 почти 1000 дельта с ликвидности 28 ну слабая ликвидность пошла в тут прям как будто слух какой-то пустили по может хорошую может плохую но пока выглядит не как акция которую можно пробовать покупать то есть достаточно неуверенно как видите начинается флэтовая болезнь и периодически там раз в две недели начинают какие-то прострелы делать за стопами на это уже можно заметить начинается после вот этого крупного объема лихорадка продолжается до сих до сегодняшнего дня а вот и интродэй там если глянуть интродэй 15 минут даже пускай будет вот видите кровавые графики в основном тут желающих особо особенно на штатах вот вчера все красные все у красные 15 тысяч и как начали тут секретировку залили красный дельтой стопори сбросили и как только вернулись свой коридор сразу же снова началась красная 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 резня тоже обратить внимание коридор достаточно популярность тренер с маскил включен там за неделю будет видно какая набежала дельта уже потенциал но тут прям просится уровне по 100 штук это только дельта по 100000 вот этой 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 и этой но здесь по 100 а здесь поменьше чуть внутри в общем 48 и 34 9 и 1 возьмите на предмет насколько удобно газпрому будет торговаться в этом коридоре и ниже то есть как видите попытки здесь уже три было на 4 вполне могут осмелиться пойти ну по ликвидности сейчас ну 150 тонн за 15 минут точно надо что появилось сегодня даже 189 бросили чтобы не пустить ниже либо раньше времени либо просто приказ не пускать ниже 100 48 147 ну в общем уровне есть в любом случае принимать решение вам нужно самостоятельно ну не самый лучший период в общем для покупок пока есть массивность где они более менее проявляются заинтересованность 153 149 65 вот мы видим такие пласты но пока они выйдут за 153 не стоит дергаться почем зря пока вот даже этого они не смогут сделать тогда нет смысла с такими барами пока работать но не вернулись еще все участки на рынок сбербанк сбербанк молодец там и нефть и газ еще насчет газпрома я допустим когда на кситре у нас был доступ там газпром торгуется на кситре у кого есть фит с этой бирже под рукой посмотрите просто какая разница в дельте с российской бирже и вот на кситре там на кситре если размещали позиции тут то размещали уже по делу можно ставить alert на объемы пока на кситре не зазвенит колокольчик можно не дергаться это для тех кто среднесрочно любит работать позиционно масштабные такие моменты и так сбер вот у нас с начала мартовского контракта ну квартала этого скажем для акций возьмем сейчас по активности выделим в общем если дельта свыше 400 800 тысяч это уже может подействовать на котировку неплохо так что вот эти сессии в первую очередь возьмите коридоры просмотрите по дельте и тут прям четыре дня стоят на на границе пробития 172 169 и 6 можно взять даже спокойно чуть ниже 169 и 5 вот так плотно прям стоят по по байрам в этом коридоре после столь веселого роста четыре сессии спокойно удерживаются возможно манипулятивно в коридоре 172 184 173 с половиной соответственно там кита байры есть если мне было уже брукнули объем ну видимо по всем инструментом мы увидим такую ликвидную активность выжидательную позицию заняли по многим рынкам и это не просто так что тут что дождут и мы должны выходные найти это событие которое будет на следующей неделе мы про него не знаем когда там съезды разных тайных организаций засекреченных работники молотка и камня прямой канал так у нас по сберу неплохая динамика вот эти три сессии достаточно такие здоровые в плане но выглядит очень здоровыми то есть это не киевом плохие на манипуляцию движения идет ликвидность набирает обороты чем выше тем сложнее толкать котировку поэтому тут она должна была быть в любом случае и и дельта сейчас глянем тоже было соответствующим по каждой сессии и здесь опять то покупатели то продавцы вот тут видеть хорошо видно все флеты в основном любой флэт там дельта период флета меняется чтобы артус или артус или точно так же как вы сейчас видите господи на сбере вот на дневках то же самое вот селлер барселлер точно так же здесь здесь это нормальная выглядит флэт если бы флэт выглядел в боковичок а тут дельта прям уже зашкаливает на на покупку тогда уже было бы аномально и так 180 не прокололи пока но в принципе там две недельки шли на 175 достаточно неплохо платформа которую они сформировали на трех шестерках остановилась это прям сама потянулась рука нашел же такую цену надо поставить хотя нет прям прям краю ликвидности вот здесь и нужно ставить 164 и 8 и по три шестерки у сбера платформа на реверсивности тут как поддержка ближайшие полтора месяца пока дик мартовский контракт торгуется в любом случае желательно даже если вы на арте с торгуете вот по сберу массивность интересная очень и по объему она не топовая но лимонов 9 пробежала тут прям в один день через половиной было и 38 не самые топовые конечно но 19 января найти каких-то крупных участников на рынке наверно сложно будет после праздников поэтому отбились они малыми силами это хорошо за вот этот период 12 декабря самая популярная цена 172 175 чаще всего там были сделки особенно вот эти полторы недели плотно и сейчас тоже стоят в этом коридоре вопрос почему именно вернулись опять в этот коридор еще хороший знак вот это дозагрузка которая была в районе 169.2 171 вот здесь они дозагрузили для маневра наверх и потом еще на пробитие чуть оставили объема то есть в принципе и 172 якобы должны поддерживать ну максимум просадка до 171 если уйдут ниже 169 это очень плохие признаки похоже что движение идти просто расширение коридора пробуют есть люди вообще или нет на участие надеюсь что этого не будет коридор сопротивления просматривается достаточно неплохо тут прям аккуратненько разместились сразу 4 числа там вроде 4 до пока все еще отходят от шока 2017 года там уже ребята аккуратненько разместились и пока этот коридор вот попытки только на прошлое на этой неделе были пока неудачны четыре дня стоят после коррекции от коридора сопротивления на это неплохо байера значит все таки есть и вот эти поддержки за 4 сессии 2 можно зафиксировать 172 и 4 с них в принципе должны потихонечку пытаться встать на следующей неделе если если нефть не не помешает и нефть и все остальное так рубль саммит внеочередной ну все собрания какие-то внеплановые происходят обычно в каких-то форс-мажорных ситуациях боевых каких-то ситуациях либо же что-то произошло глобальное что заставило еще собирать саммит внепланово так рубль 15 минут на пятиминутном проскил давайте на барах перейдем так это нас 15 сентября за два контракта для сравнения в пик ликвидности почти 5 миллионов было вот здесь сбрасывали хорошо так всех перед продажей да вот здесь был маневр на сброс стопорей и потом во столько времени идет котировка вниз площадку потихонечку сформировали вот здесь мы видим полторы недели прям аккуратненько выстраивали бетон за бетоном и в коварный достаточно маневр как-то уж тяжело им почему-то четверг минимум пробить рассмотрим по дельте дельта все опять сессии на продажу открыт интерес только 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 сегодня появился чуть больше чем вчера но не агрессивно размещаются а вот паспорт там интереснее картинка это нужно смотреть даже не на днилках все союзы когда-то распадаются а чаще всего потому что кто-то папа папа содействовал этого на истории если припамятовать там развал уже давно происходит просто подтягивают время пи когда это все превратится в агонию так нам другой график нужно вот здесь на самом деле того же включаю пока 15 минут включил показать какие были коварки на споте тоже ну во первых почти 50 тонн только дельта была на вечерней сессии 2 числа когда маневр этот устроили пока пока именно этот коридор они не пробили вот самая плотная часть по шортам была в этом в этом импульсе буквально чуть-чуть прокололи это это было до часу дня вот то есть и посмотрите еще внимательно на дельту это 15-минутная дельта usd root томик то есть спотик на на завтра ну томик tomorrow вот такие выбросы по 100 тонн за 15 минут сейчас я включу часы вик там будет хорошо видно на сравнении ну я думаю что трамп это не та личность которая будет вершить ход истории ну это мое мнение конечно я практически этого человека даже не знаю но это ощущение на самом деле даже на не мнение так тут прям целая кладь звезд я хочу кто показать на часовиках на споте вот порядка 150 тонн дельта на продажу вот 200 была ближайшая вот такая крупная после нее вот начали формировать динамику на юг тут 4 помощника это было у нас получается в 21 первого 2 седьмого но первого тут такая трехчасовая атака прям было и 200 тонн в 12 часов бросили это дельта только то есть а то ликвидность то есть что ж такое сейчас секундочку и буквально не так по ликвидности эти 800 740 пехи и 520 Ну, такая была интересная атака. Хотя до этого был такой подъемчик на миллионе, даже за час наверх сходили. В общем, дельта не маленькая, и 2-го числа была 158 тонн, как раз вот на этом движении. И практически каждый день по 2 часика мы видим повторение вот этой начинающей активности. Вот такой вот уровень прокалывают второй раз, правда, но пока не закрепились, что тоже обязательно нужно. Видите, какая аккуратненькая, аккуратненькая здесь поддержка. А вот здесь что-то либо пропустили, либо сейчас будут отстреливаться, потому что прям уж 59-ю не сдают, ну, никак. Вот, так что присматривайтесь. Ну, по 50 штук, но целый день прям бомбили. И в одном коридоре, обратите внимание, 2 дня рядом, но стоят, открывают в одном коридоре. Ни выше, ни ниже. Вот именно в один коридорчик заходят себе аккуратненько. В общем, давайте подытожим, вот этот весь хаос. Коридор активности селлеров на споте. Прям хороший такой массив, аккуратненько расставлены уровни. 60 и 20 копеек. И по 60 и 10 копеек. А здесь 59,90 копеек. И да что, что ты делаешь. 59,74. Это вот можно взять на заметочку. И сравнивать активность на рубле в эти периоды. Тут вот тоже была активность. Не такая уж прям критическая, но засветились. В общем, уровень 59. Можно наблюдать, как долго будут его удерживать. Ну, кто давно на Wall Street Online приходит, смотрит, может вспомнит, там, 3 года назад, кажется, или 3,5. Мы насчитали вот таких вот защит на минимуме по контракту, где-то порядка 13 штук. То есть, вот реально 13 раз в течение контракта подходили и не пускали. Прям вот плита просто. Поэтому, если здесь не пустят, можете использовать это как бесплатные плюшки, раздача слоников, подарки Деда Мороза. Так, здесь прям кто-то тренировался писать это всё. Евро. Евро, быстренько сейчас нефть и золото. Прям. Прям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Похоже, что более старые уже сбрасывают позиции, а молодежь их аккуратненько тут собирает. Вполне может быть такая вот активность сейчас. Либо застыли просто в ожидании. Но с 31 числа тут в основном фигурирует команда в красных костюмах. Начиная где-то с начала 2017 года, тут бесспорно победа идет только за этими ребятами. Каждый максимум пытаются задавить. Так, а ликвидность на еврике была практически топовая в этом контракте. 320 штук было максимум. Здесь массив прям тут. Ну, потом немножко притихли. На расширение. Ну, видимо, защиту делали. Так как Дельта не очень, конечно, на покупку, но вынести с топори всем как раз самое оно. И, видимо, что-то скоро должно быть, потому что тянут уже такую модель 4 или 5 раз повторяют. Видите? Они эту ситуацию прогручивают уже не один раз. Вернее, не один раз. Все, уже устал. Что-то не могу выговориться. Ну, сформулировать хорошо предложение. За неделю такие были нервы. Так, сейчас, фунт. Фунт тоже тут. Там бывают периоды, если их лихо джируется какой-то банк, либо организация. Посмотрите на этих открытым интересе, у которого реально отчитываются эти все операторы крупные. Как он называется? Ресурс. Тиммин Чарльз, кажется, я не ошибся. Дамки Сеути и индекс можно смотреть и сравнивать. Там бывает по полгода в шортят крупные ребята. Ну, они хеджируют просто свой бизнес, будут ли они там жестко так активно еще и на фьючерсе гасить. Ну, вполне может быть. Смотрите, какая дельта идет ровненько, аккуратненько. Если вы видели Таймонд Селс по еврику и фунту за последнее время, то там кроме тенечек и двоечек особо ничего не найдешь. То есть, даже уже средний класс участников потихонечку либо вымер, либо остались только частные трейдеры. Понятно, что крупняк заходит автоматикой по одному контракту, там в стакане их особо не заметишь. Ну, прям под линейку, видите, такие идут движения. Ну, могут хеджировать, потом как всегда, ну там ниже 1.2, вполне может быть. Ну, по крайней мере уже подтягивают котировочку к такому значительному уровню и расшатывают, причем очень сильно. Видите, туда, обратно, потом снова вниз. Расшатывают как раз вот на следующей неделе, видимо, надо определиться с направлением. Особое внимание вот этот момент привлек 8 и 7 тысяч контрактов. Обратите внимание на беды в 1 февраля. Рядом, для сравнения, по 2 тысячи контрактов, по 1300, по 1700, тут вообще по 900, 300, 400, тут 8 и 7 тонн. Просто вот так вот, тут сжато, прайскил 005, но даже, ну вот рядом пятерка еще есть, все, остальные все ниже тройки, по ликвидности. Вот так вот, ну, в общем, такие тут по пятерочке тоже идут. А на покупку, ну вот здесь по 25-65, пробежались один разочек. Видите, да, тут очень, по 4 тонны, прям, ну, все под линеечку. Тут тоже по 3, 3, 3, 3, 3, 3 по 5 бросили. Ну, в общем, это дело одних и тех же рук. Вот так я бы сказал, вернее, описал бы. Одни и те же цифры, одни и те же объемы. То есть идет однотипная активность, не меняется, нет разных модельностей. Стоит какая-то задача, видимо, и просто, там, трейдерский состав открывает позиции по приказу и все. То есть это не какие-то, там, манипуляции происходят, которые, не, может, это не манипуляции, просто, ну, не особо хитрая, если бы мы даже заметили на таком таймфрейме, что прям такие массивы проходят. Ну, какой-то банк, либо несколько банков просто жестко шортят евро, ой, фунт. Четыре дня вот здесь прям, ну, может и ставка, сейчас по ликвидности надо заглянуть. Ровно ликвидность была на прошлой неделе, на этой, ну, так себе. Так, бренд. Судя по ликвидности, начался апрельский. Так, 200 тонн в МСКОМ. Еще мало. Да, апрельский пока еще идет. Это бренд. Я сейчас уберу уличную линию. Так, ликвидность, я думаю, сразу бросается в глаза, особенно на прошлой неделе, это было прям под линеечку. Каждый день не выше, не ниже. На этой неделе не сильно отличились. Тут буквально там для расширения в 31 января, последний день, январьский, толкнули, 200 тонн оборот, и еще один на 188 тысяч. Вот. Спокойно две сессии стоят в районе 57-й, 56-й. Похоже, что либо байеры все-таки есть, да, вот видите, все-таки есть. Хоть и незначительно, но вот проскакивают 7 тонн, 6, 5. Вот здесь, правда, набросали немало. Ну, тут 12 тонн, 7, 7. Сейчас открытый интерес. Ах ты. Жаль. Вот эта дельта 2 числа вполне могла быть на сброс вот этих же покупок, либо этих. Тут открытый интерес был только 1 числа на открытие, и вот 21-й, 30-й. Все остальное фиксируют. Ага, понятно. Ну, в общем, вот здесь хвостики прям отпечатались хорошенько селлеры, поэтому спокойно ставьте на 57-25 alert ценовой, пока не пробит этот уровень, причем тоже, видите, линеечка прям. Ну, я не верю, чтобы так цена двигалась в таком огромном масштабе рынке. Вот где покупают, ребята, видите, как отпечатался крупничок. Вот, вот это вот оно. Каждую цену аккуратненько все защитил, захватил, и дельта получилась сколько там? 20 тысяч. Дисбаланс. Но не у каждого выдержит нервная система и сила воли дожидаться таких моментов. Там раз в контракт, либо раз в три контракта. Отличный такой состав. Отправили с 53-15 по 53-75. Пока вот никто еще не осмелился его одолеть. Вот, так что вот еще один уровень контроля на проверочку. Можно alert ставить прямо на 54. И тут более-менее, ну, хотя бы три дня из пяти были байеры. Вот. Правда, закрывали позиции эти три дня в основном. Ну, картина такая. Сейчас CL-ка и золотишко, и будем разбегаться. На школе биржи Moex там будут мастер-классы проводиться от нашей компании. И там будет по стакану интересный мастер-класс. В принципе, там найдите Мишу Лемаха и компанию Волфикс. Вот, кому интересно, кто только изучает архитектуру рынка и объемный анализ. Сейчас будет, не помешает посетить мастер-класс. Так, CL-ка у нас ровно по ликвидности. Буквально три недели как началась. А здесь вот, откровенно, не стесняясь, вот покупают. Сейчас мы по открытому интересу посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На кто же так делает? И так все хорошо начиналось. Значит, тут, бесспорно, 52-25. Еще действующий чемпион. И мы его выделяем как контрольный уровень поддержки. Четыре сессии. Открывали позиции. Если дельта там еще зеленая. Да, вот две сессии как раз на тот массив, который я поставил в уровне. Открывали позиции. Дельта была на покупку. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь сессий. Пока еще не осмелились толкнуть цену ниже 52-25. Вот. Такие вот хулиганы на нефти. Тридцать первая покупки. Первая покупки. Но открытый интерес не проявляет свою активность после 22-го января. В основном, лива на уровне висит. Тут просто я себе так настроил. Фиксируется. Плавненько фиксируется. Весь тот рост, который сейчас идет, они потихонечку скидывают. Поэтому и... И дельты такие. Ну, вот этот уровень я бы тоже пересмотрел бы. Тут поддерживали три дня даже. Даже можно сказать четыре дня. 53.45, 53.40. Обратите внимание, какая здесь дисбалансировка идет. Прям вот здесь в аккурат. Ну и колпачок этот берем 54.30 за сопротивление. Тут уже были пару раз. Ну, в общем, вот такие вот уровни. И золото. И золото. Открывает, открывает. Сейчас. Дельта, агрессивно шли вот 6 сессий на шорт, успокоились, но даже при такой дельте на продажу котировка вернулась на 225. По участкам, я думаю видно с помощью каких коридоров они это сделали, вот здесь 201 по 206, прям 3 дня, вот коридор проработали железно и два дня вот здесь вот отстояли. Верхушечки тоже хорошенько, прям под линейку все делают. Скоро действительно нужно будет только техническим анализом пользоваться. 2 числа сбросили, сейчас посмотрю по открытому интересу. Нет, не сбросили, смотрите, они набирают уже третью или четвертую неделю. Ну, по крайней мере, последние две прирост неплохой. Четыре недели потихонечку набирают позиции. И, ну, маневр был вот этот на снятие с топорей, вот. Ну, на следующий же день восстановили по активности, дельта была на байере. Вот как раз три дня, которая интересная. И вот этот коридорчик, поэтому я бы тоже взял. 12.5 по 12.15 тоже интересный уровень. Осторожней с ним, потому что он в максимуме находится. В плане поддержки ему сложнее всего будет. Вероятность там проколов либо даже пробития может вполне быть. Вот этот 12.12.5, тут прям три денька аккуратненько осторожили котировку, не пускали ниже. Вот, такие у нас события. Скучноватый рынок. Трамп слишком много внимания на себя забрал. Все забыли про суперинфляцию, про то, что нужно делать. Хотя бы хоть что-то полезное и доброе. Ну, в общем, ждут рынки, видимо, какой-то информации, события. Прям вот чувствуется, что скоро что-то произойдет интересное. Надеюсь, просто интересное. Вам хороших выходных. Берегите себя. Сейчас такие морозы. Ой-ой-ой. Вот. Встретимся в следующий обзор в пятницу в 20.00. По этой же ссылке проходите. Рад был всех видеть. Кто в рейтинге лидирует, тоже порадовали. Ну, запись будет на YouTube-канале, на сайте. Ну, в общем-то, за выходные их разместят. Спасибо, что пришли. Всего вам на лучшего, попутного тренда. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok